Всем здрасте! Сегодня непростой ролик. Сегодня мы будем разбираться, сколько же в 2023 году нужно оперативной памяти, чтобы более-менее маломальски играть в игры. Если вы, кстати, не видели ролик, где мы сравнивали Windows 10 и Windows 11, переходите по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Многие говорят о том, что нижняя планка для того, чтобы поиграть во многие игры, это 16 гигабайт оперативной памяти. Но в описании к этим же новым играм написано, что минимальные системные требования, которые требуются для того, чтобы запустить эту игру, это 8 гигабайт оперативной памяти. Сегодня мы будем с этим разбираться, это не дает покоя ни мне, ни нашему Камелю, который, кстати, ведет наш телеграм-канал. Вот тут где-то выскочит ссылка, переходите, подписывайтесь, смотрите, пишите о том, что Камик ты какой-то... В общем, все игры будут теститься на абсолютно идентичных билдах, единственная разница, как вы могли догадаться, это оперативная память. Она будет от одного и того же производителя, одна и та же, просто количество памяти разное. Также стоит сказать о том, что у нас Ryzen 5 5600G с 6 гигами разогнанными до 4,6 гигагерца и графическим процессором Radeon Fury X с 4 гигами видеопамяти. Могут возникнуть сложности с запуском игры, но мы нашли решение, которое может теоретически не всем понравиться. Но, как говорится, если работает, то работает, а это главное. Мы перенесли файлы подкачки на SSD, и это не сильно снизило скорость доступа к этим файлам. И разница в FPS оказалась незначительной. Если у вас есть жесткий диск, то разница будет существенней, но все же еще можно попробовать. А знаете, мы сами и попробуем, но чуть позже. Начнем, пожалуй, с SSD. Игру, которую мы выбрали как флагмана, это God of War. При базовых настройках разница между 8 и 16 гигами оперативы была незначительной, хотя во время внутриигровых роликов компьютер все-таки подвисал. Ну, на меньшем количестве оперативной памяти, разумеется. Вторая игра это Elden Ring. И тут стоит сказать заранее. Что минимальные требования в игре 12 гигабайт оперативной памяти. Но проверить-то в любом случае стоит. Разница в FPS при 8 и 16 гигах оперативной памяти практически идентичная. Перейдем к шутерам. Апекс тоже не видит разницы между 8 и 16 гигами оперативы, но при этом в том же Warzone уже разница становится заметна. При 8 гигах оперативной памяти игра напоминает нам нехватки оперативной памяти и достаточно сильно подвисает. Не сказать, что это часто, но это происходит и это неприятно. Последней игрой на тестах стала Cyberpunk. И тут ситуация немного иная. Разница не просто заметная, она критическая. Потому что игра хоть и не часто лагает, но лагает так, что портит все ощущение процесса. В общем, в Cyberpunk при 8 гигах Азу я бы играть не советовал. Ладно, давайте перейдем к другому немного способу. Мы тестили файл подкачки на SSD. Теперь попробуем то же самое, только на жестком диске. В God of War мы получаем 46 FPS. И это уже больно. Но если игра начинает лагать, то мой совет вам подождать, пока она отлагает. Играть так не то, чтобы невозможно, просто опасно для вашего психологического здоровья. И наш доктор, Камиль, не рекомендует вам играть с файлами подкачки на жестком диске. Спасибо за внимание. Elder Ring. Устанавливаем минимальные требования в 12 гигов. Видимо, именно из-за этих случаев. Игру многие ругали на выходе из-за ее фрезы. И если вы хотите испытать опыт первопроходцев, то можете попробовать запустить ее на 8 гигах оперативы с перенесенными файлами подкачки на жесткий диск. Но предупреждаю, что опыт этот не будет приятным. Стоит сказать о том, что Apex это единственная игра, которая не пострадала от переноса файлов подкачки. С SSD на жесткий диск. Тут нет никаких претензий. Играется все отлично, без фрезов. Ну и минимальные требования у нее 6 гигов. Так что справедливо, что она не лагает. Киберпанк это отдельный экземпляр. При 16 гигах оперативы, если я использую жесткий диск в качестве хранилища файлов подкачки, он старается минимализировать нагрузку и дороги в игре почти пустые. Никаких тебе лишних МПС и других автомобилей. Но когда мы переходим на 8 гигов, мы понимаем, что этого игре ультра мало. И она похожа больше на слайд-шоу, нежели на игру. ФПС падает буквально до единицы и играть в это, ну, невозможно. В целом такая же картина и в Warzone. Когда один ФПС будет преследовать вас во снах, вообще по жизни, мне кажется, вот на всяких принтах, на футболках он будет вас преследовать, везде. Вот глаза закрываете. И вот это вот, знаете, когда зайчика словил, и вот этот ФПС, он отпечатается в вашем сознании. Я не могу советовать вам повторять этот опыт. Поэтому, если у вас 8 гигов оператива и нет SSD, то переносить файл подкачки на жесткий диск не самая лучшая идея. По крайней мере, если собираетесь играть в более-менее требовательные игры. А у меня на этом все. Мне нужна срочно психологическая помощь. Камиль, Лара, спасибо вам большое, что были со мной. А вам хочу сказать одно. Обновляйте своевременно свои компоненты в своем прекрасном ПК. Если вы этого не делаете, я теперь на своем примере ощутил, что такое страдание, боль, угнетение, психологические расстройства. Они у меня были до этого. И ожирение. Вот тут надо выключать камеру Лара, вырубая ее. Пока не забыл. Подписывайтесь на Телеграм. Камиль старается. Посты каждый день по нескольку штук. Интересные новости. Ион Амазка знаете? А можете узнать еще лучше. Внизу ссылочка. Нейросети. Там все. 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 Inside. Этот кусочек можно составлять вообще во все видео. Вот этот отдельно. Спасибо. Все, все, я выключаю. Кнопочка.